Итак, приветствую вас дорогие интернет зрители, с вами снова Скудер, канал Ни Слово Об Играх, и мы продолжаем проходить Gran Turismo 3 A-Spec для второй PlayStation. В прошлой серии мы с вами вот на Алтеске, значит, проехали чемпионат Алтезек. По-моему, получилось достаточно напряженно. Вот, не все было понятно, но мы все-таки выиграли, выиграли, да. Так, ну а в этой серии давайте мы с вами Алтеску пока отложим куда-нибудь на полку. Она молодец, но нам она пока не понадобится. А в этой серии мы с вами давайте американский чемпионат проедем. У нас есть тут одна необъезженная американская кобылка, Камаро СС. Название такое СС, да? Какое-то не американское. Так, вот такой вот Камарик, значит, но, как я вам в прошлой серии сказал, ну, во-первых, естественно, его надо прокачать в любом случае. Вот, но в чемпионате Stars and Stripes, как он называется, американский чемпионат, там ездит одна такая змеюка, короче, подколодная, которая очень неприятная такая зараза. Вот, и с ней сражаться достаточно сложно. Она на голову сильнее всех остальных, кто там гоняет. И если бы, в принципе, не она, то так серьезно машину можно было бы не прокачивать. Так, у нас было 326 лошадей. О, осталось 342, видали? Сколько нам добавила замена масла. Хорошо. Так, ну, давайте по мелочи. Так, 356, да? Так, ну и не знаю, не знаю. Возможно, все-таки воздушный фильтр надо будет еще добавить. Ну, ладно. Пока не будем на мощность больше ничего трогать. Давайте нам самое главное прокачать все остальное. В принципе, по максимуму, да. Иначе не получится там сражаться с этой змеей. Будь она неладна. Так. Карден. Ну, в общем, всю ходовую часть, механику. Коробку поставим гоночную. Тоже. Здесь она нужна. Здесь она. Без нее тоже никак. Так. Давайте просто посмотрим, что у нас. Ага. Турбо нету у него. Хм. Атмосферник получается у нас. Комарик-то. Так. Покрышки, естественно. Покрышки, покрышки. Медиум. Давайте, да. Медиум, как обычно. Медиум. Так. И облегчение. И она еще очень легкая. Давайте даже две стадии купим облегчения. Лучше так, чем на мощность. Надеюсь, что вот этого нам должно хватить. Так. И давайте, наверное, тормоза ему купим. Потому что проблемы с той же Алтезой у нас были из-за тормозов. В частности. Комара, Комара, блин. Да получится, мы его фактически полностью качнули. Кроме мощности, да. Ну, не знаю. Давайте пока, ладно. Подвеску брать не будем. Посмотрим, как вот в такой конфигурации он у нас поедет. Вот. Все. Мы прям... Мощь. Мощь на колесах. Медиум. Рейсинг-слик. Так. Старс и Страйпс. Вот. Четыре трассы. Тут еще, блин, аж два Сиэтла. Суперспидовый и Лагуна Сека. Ну, вот если не брать два Сиэтла, то остальное, в принципе, не такое сложное. Суперспидовый вообще такой себе. В общем... Нет, давайте сначала посмотрим, что по деньгам дают. Да, по деньгам здесь... 7,5 тысяч всего. Что-то мы регрессируем. Регрессируем. Хотя лицензия класса А нужна. Вроде бы. Ну, в общем, как обычно. Идем сначала в самую сложную трассу. Если мы здесь... Будем... Ну, на равных сражаться. Значит, будем сражаться на равных везде. Так, ну, на Камара мы нигде еще не ездили. Значит, надо все убирать. Электронику. Все. Теперь мы точно готовы выступить. Так. Смотрим. Ага. А вот знаете что? Нету его здесь. Нету этого засранца. Которому мы так готовились. Тут вот Камара тоже такой же, как мы, да. Мустанг, Корветт Грандспорт, Корветт Зетка и Вайпер. С Мустангом. Ну, ладно. Давайте проедемся. В общем, так мы прокачивались под Кобру. Если бы здесь была Кобра, она бы была на голову сильнее всего, что здесь представлено. Всех этих Корветтов, Мустангов, Вайперов и прочего. Ну, и сильнее нас, естественно. Если прокачиваться просто под вот этих ребят, то это одно. Но она за счет того, что она очень легкая. Она прям в два раза, наверное, легче, чем все остальные. При этом она очень мощная. Причем, если самому на ней ехать, это хрень тоже неуправляемая. Почти как и Лайс. Вот. Ох ты, блин. Ох ты, блин. Мы, оказывается, поворачиваем очень плохо. Почему? Жуткая недостаточная поворачиваемость. Странно. Странно. Что я там такого наворотил? Ну, может быть, подвеску надо было все-таки, да, под эти улучшения купить. Ну, в общем, Кобра, да, она такая вот. То есть, в управлении она очень сложна. Заднеприводная, мощная, очень легкая машина. Ну, блин. Те же самые, в общем, у нее характеристики, что и у Элайза. То есть, тот еще легче. По мощности он, конечно, меньше, чем Кобра, но... Но, но, но... Очень легкий. Он и легче, чем Кобра, поэтому у него такие же проблемы с управляемостью. Хотя нет, знаете, это там, видать, я не оттормозился должным образом. В принципе, нормально. Валим. Тут вайпер тоже доминирует, я смотрю. Но все равно... Я ездил, я почему так уверенно говорю, я уже сюда заходил и гонялся здесь с Коброй. И могу со стопроцентной уверенностью сказать, что будь Кобра здесь, она бы этого вайпера разорвала бы просто в клочья. То есть, был у меня уже такой заезд, где был и вайпер, и корвет, и мустанг. Но Кобра, она просто в другой лиге. Я думаю, те, кто третья Гран-Туризма играл, те, может быть, даже помнят этот чемпионат и помнят, что здесь Кобра вне конкуренции. Так. Ну да, я думаю, если бы здесь Кобра была, она бы и нас разорвала, потому что под нее надо еще и на мощность еще больше прокачиваться. Слабоваты мы сейчас. Под нее надо где-то Камара доводить до 370 лошадей. Там как раз, если нам на него еще купить воздушный фильтр, то у него станет вот как раз искомые где-то 375, по-моему, лошадей. И вот тогда, да, тогда можно с Коброй биться. И то она будет мощнее, она будет на прямых, в общем, на разгонах она будет уходить. Но за счет того, что в поворотах мы будем стабильнее уже держаться. И на торможениях ее можно будет перетормаживать. Вот тогда, да. Можно с ней драться. Ну а без Кобры, да, видите, тут, в принципе, остальные соперники достаточно слабы уже. Плохо, конечно, что тут такой диссонанс. То есть, как-то не подогнаны соперники друг под друга. Вон, видите, вообще все разъехались. Вообще, я заметил такую фишку у Гран-Туризма, что если ты намного быстрее, чем все остальные, отрываешься от них и наваливаешь, то все остальные соперники, они тоже начинают ехать совсем по-разному и разъезжаются. Но вот если ты будешь ехать наравне с ними, где-то там бороться с ними, а то и быть слабее них, то они будут ехать достаточно в такой водной куче. Ну, в общем, искусственный интеллект тоже неким образом подстраивается под твою езду. и не всегда едет на полную. Так, ну вот. Так, 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 у нас... Ну да, вайпер, короче, впереди всех. Приехал достаточно сильно. Уехал, но без наличия кобры все равно было не так интересно. Так, дальше суперспидвей. Ну, на суперспидвей они вообще тупят. Там, я думаю, проблем не должно возникнуть. Вот, если бы был тест-курс, да, было бы интереснее. Суперспидвей это такое. Хотя, вроде бы кажется... Чё тут? На мощность трасса, но за счет того, что тут все-таки в поворотах они тормозят, вынуждены притормаживать, а они тупят здесь. И тут, в общем, достаточно просто с ними сражаться. Даже если у тебя машина слабее, вроде бы, то ты все равно будешь быстрее за счет поворотов. Вот вайпер, это вайпер GTS, он мощнее. Он стоковый, у него 450 лошадей. А у нас сейчас только 350 там с небольшим, так что на самом деле у него преимущество 100 лошадиных сил. Представляете, что это такое? А тем не менее, едем на равных с ним. Напрямой чуть-чуть он нам мешается, но это такое. Поворот сейчас он быстренько сдуется. Все. Сбросили даже такого грозного соперника. И здесь, в общем, кобры нету. Блин. Ладно, но на следующих трассах я буду делать так. Если кобры не будет, я буду делать перезаезд. Потому что прокачивались мы реально не под этих соперников. А именно под кобру. Ну, я немножко удивлен вообще, что ее уже в двух заездах нету. Потому что когда я сюда уже заходил и бился в этом чемпионате, она была на нескольких трассах подряд. Поэтому я думал, что она тут ну, постоянный соперник. Но, оказывается, возможен вариант, когда ее и не будет. Конечно, когда ее нет, гораздо проще все. Совсем не такой страшный, злобный чемпионат. хотя на суперспидвее все равно даже с ней было бы проще. Чем в том же Сиэтле. Давайте пока суть до дела поговорим об вот какой вещи. Появились слухи, значит, что Торо Россо, ну, не Торо Россо, а Редбул, концерн, да? Они вновь ведут переговоры с кем бы вы думали. с Даней Квятом. О том, чтобы вернуть его в свою программу. С чем это связано? А с тем, что они сами себя в тупик в прошлом году загнали. Диоты полные, честное слово. Вот. Посадив за руль Торо Россо недочемпиона Брэндона Хартли, который вообще ни на что не способен. Ну, и второго мальца Гасли, который, собственно, как по мне, тоже ничем особенным не выделяется. И, в общем, Хартли они выкинут, понятное дело. Наверное, может, даже не дожидаясь конца этого сезона. А Гасли посадят в Редбул, но чисто для того, чтобы он был вторым, четким, вторым номером при Ферстаппине. То есть, оба гонщика такие себе, мне кажется. Ну, то есть. Ну, в общем, не суть. Главное, что в Торо Россо оба места свободны, и они бедные, теперь не знают, что им делать. Поэтому они еще одного, второго, второго, первого, не знаю, в общем, еще одного гонщика бывшей своей программы Редбул пытаются вернуть. Это Буэми. Ну, и вот я говорю, появились слухи, что они с Квятом ведут переговоры. В этой связи у меня есть вопрос. Как вы думаете, стоит ли Квяту возвращаться в Редбул? Настолько кинутым он оказался в прошлом году, так вот стоит ему туда возвращаться или нет? Так, ну, давайте немножко еще поговорим. сейчас за и против, скажем так. Такие выведем тезисы, что ли. Стоит или не стоит. Там, допустим, в прошлом году, конечно, когда его только выкинули, хрен бы, я и сам думал бы так, и думаю, многие думали бы, что не, нахрен не стоит эти уроды. Если раз так поступили, то поступят и еще раз. что ему это стоит? Так, смотрите, сейчас на минуту отвлечемся. Нету опять этой Кобры, блин, да что ж такое. Давайте выйдем тогда. Я вам говорил, что надо сразиться все-таки с ней, проверить наш Камарик полностью в боевых условиях с настоящим соперником, потому что что-то как-то не очень интересно получается. Прокачались под одного соперника, а в итоге ездим с другими, гораздо более слабыми. Вот она, вот она, зараза. Вот она еще с первого места стартует. Собака. Ну, сейчас посмотрим, чего мы стоим. Ну, я говорю, скорее всего, придется нам еще и лошадимые силы тогда подкопить, потому что в таком варианте слабоват Камара. Ой, блин, еще и стартанул плохо. Ну, в общем, продолжим проквято. С одной стороны, да, то есть его кинули по жесткому в прошлом году и возвращаться туда как бы, ну, было бы типа глупо, да. Но, с другой стороны, мне кажется, что они сейчас сами, во-первых, оказались руководители в такой ситуации, что им реально садить некого. У них в их программе нет пилотов, подходящих под Тора Росса. Там есть у них молодой, я сейчас не назову его фамилию, но молодой гонщик, но у него еще даже на суперлицензию нет очков. вот. И поэтому приходится им скажем так старые запасы ворошить. Вот. И я думаю, в этой ситуации они не будут так же, как и это было в прошлом, позапрошлом годах, гнобить одного в пользу другого. Я думаю, что в этих условиях, если, допустим, будут гоняться буями и квят, у них будет равный статус, и никого они из них не будут там одного в пользу другого, допустим, выставлять. Ну, как бы незачем. То, что оба товарища достаточно такие обиженные на них. Они же все равно понимают. Внутри вот этого концерна все равно, если они на людях прессе там говорят одно, там все понимают, что, да, естественно, они поступили по-свински. И если, как бы, действительно квят настолько быстрый, насколько о нем, ну, там, говорят, что вот он такой талантливый, а его просто там задушили в Торо-Роса, то они знают, на что он способен. Потому что вся телеметрия, все какие-то данные у них, естественно, есть, все всегда анализируется. И просто им тогда надо было кого-то, кем-то, грубо говоря, жертвовать. Ну, и пожертвовали как бы квятом. Вот. Вот. Поэтому они знают, на что он способен. Они, например, знают, что он может тащить в легкую. Поэтому в этой ситуации скорее всего они дадут ему ехать в полную силу. И никто его душить не будет. Во-вторых, есть даже шанс, ну, потому что надолго там оставаться все равно не стоит. Потому что они вот эту дырку сейчас заткнут там, пока у них не подрастет еще там кто-то достойный, да. И все равно, я думаю, надолго те же там квяты буэми там не задержатся. Если, конечно, не начнут, показывают супер какие-то результаты. Ну, в данном случае говорим про квята, да, нам больше он интересен. Вот. поэтому есть просто шанс вот в этом сезоне как раз, ну, в следующем, показать себя. Потому что если Торо Россо сделает более или менее достойную машину, которая не будет ломаться, вот, и там будет, допустим, равный статусу пилотов, и они особо никого не будут зажимать, то можно будет ехать вот в следующем году, скажем так, на все железо, да, и показать перед другими, на что ты способен. Вот. И если не оставаться даже в Торо Россо там на 2020 год, то, по крайней мере, можно сделать какой-то себе задел, ну, показать другим командам. Вот. На что действительно способен квят в тех условиях, когда его не гнобят. Поэтому думаю, что все-таки стоит. конечно, квяту виднее, мы-то не все знаем. Есть ли у него предложения других команд на следующий сезон? Все-таки он тестером у нас тут в Феррари откатал. Есть ли у него деньги? Потому что, понятно, если его в Торо Россо возьмут, никаких денег, ну, он не должен будет в команду нести, потому что, собственно, он как бы их пилот, да. Вот. поэтому, если у него даже есть сейчас предложение на 19-й год, то, да сволочь, а, в последнем повороте. То, в общем, есть ли у него деньги на эти предложения, потому что другие команды, даже если они ему предлагают за него участвовать, за них, то надо приносить какие-то денежные средства. Поэтому, я думаю, что стоит ему проехаться. Конечно, это еще и не 100% правда, может быть, это все слухи, но, как правило, в Ф-1 дыма без огня не бывает. И зачастую такие вот слухи, они сбываются. Другое дело, что они могут не договориться, ну, не знаю. Конечно, если у Квята, допустим, есть какие-то еще предложения, он может этим козырять и что-то от них требовать, а так у него особо тогда и выбора не останется. Так, я вот не знаю даже, блин. Так-то мы были гораздо слабее, чем Кобра, она просто в лагуне Секи, она в двух поворотах тупила достаточно сильно. Если бы она не тупила, то у нас бы и шансов с ней посражаться не было. Там еще и Сиэтл у нас на носу, поэтому надо все равно качнуться, потому что в Сиэтле, даже если мы в лагуне выиграем, в Сиэтле по-любому придется нам прокачиваться. Потому что там она тупить не будет уже. Так, нет, 391 лошадка это слишком круто. Вторую стадию. Или первую вообще. Вот, да, вот где-то так. 370 лошадей, самое то. Причем, я говорю, даже в этом варианте мы будем ей, в общем-то, сливать по мощности. так. Так что призываю вас высказаться под этим видео в комментариях, что вы на этот счет думаете. Вот. может так статься, что Буэми вообще сядет в этом уже сезоне вместо Хартли, вместо нашего двукратного чемпиона мира. Вот. Потому что, ну, парень совсем мрачно выглядит как-то. Вот. Потому что Буэми уже под гонку сиденья даже прошел. Ну, а просто так такие вещи не делаются. То есть, вряд ли это на следующий сезон ему бы вот сейчас бы под него сиденья выливали. Ну, это как-то странно очень. Слишком загодя. Да, с коброчкой надо, блин, очень внимательным быть. Ну, вот видите, она она у нас тупит, получается, в повороте штопора и в последнем повороте. Так, тихо, тихо, тихо. Вот мы ее подогнали здесь за счет ее ошибки опять же. Ничего себе вайпера не можем сделать, елки-палки. Вон, напрямую отъезжает. Она очень сложна в управлении. смотрите, как даже компьютеру сложно ей управлять. Она настолько нестабильная. Даже комп постоянно вот тупит. Поэтому я говорю, что эта машина на самом деле кошмарная просто. Она еще хуже даже чем Элайс наверное. О, как она уезжает. Жесть. На прямике просто отрывается. У нее я точно не знаю сколько у нее лошадей, но я говорю, за счет того, что она очень легкая. У нее может быть сейчас и меньше лошадей даже чем у нас уже. Но она очень легкая. так все давай до свидоса. Так надо короче по сконцентрированию проехаться. Блин это ж надо. Могли выиграть же прошлую гонку вообще. В последнем повороте еще даже лидировали. Во. Причем там и вайпер ошибается но чуть меньше. Она и в первом повороте там скользит. Короче она много где тут ошибается я говорю если бы не эти ошибки она бы тут выигрывала вообще в легкую. Ну с другой стороны это говорит о том что машина она вот да такая вот легкая и мощная но при этом ей очень сложно управлять платишь за такие технические характеристики ее вот таким вот скудным управлением И опять она туда едет. Прям под копирку. Ничему не учится. Искусственный интеллект. О, даже вайпер ее уделал все-таки. Ну вот, за счет ошибок. Так, ладно. Пойдет. Так, ну что, последняя трасса. Сиэтл в обратку. Блин, это вообще палево. Сейчас будет. Главное, чтобы за этот чемпионат не ее дали. Вот что угодно. Главное, чтобы нету Кобры. Вообще не хочу я ее. Совершенно точно я на ней ездить не собираюсь. У меня нервы дороже. Так. И опять ее нету. Ладно, выходим. Ну, напрашивается, сволочь. Приходится завышать искусственную сложность. Не хочет она с нами сражаться. Сама боится заявляться на гонке там, где есть мы. Но мы ее заставим выйти против нас в вочной вставке. О! Появилась. Долго упрашивать не пришлось. Ладно, поехали. Блин, ну Сиэтл в обратку это жесть. Тут просто я сам могу сплоховать, конечно. Главное ее, ай, не отпустить. Да, пацаны, пацаны. Ну что вы, блин, давайте ехать в погоню за ней. Хорош между собой биться. Время-то терять. Времени не так много. Времени всего три круга. О, как она упылила. Кошмар. Вот это да. Ой, блин, вот этот поворот сложный в обратку. Кошмарики! Да, ну короче, походу первая попытка будет просто, чтобы трассу-то, блин, вспомнить. Жесть просто. Нифига она уехала. Где ее тут догонять-то? Старым бы еще приехать. Вот здесь она практически нигде не тупит. Ну, не знаю, может так, чуть-чуть только. Тут, во-первых, трасса достаточно узкая, много отбойников сразу же. И ей тут и развернуться негде. То есть, если что, она в отбойник просто упрется. Поэтому она тут вообще вне конкуренции. Да иди ты в пень, блин. Вроде, да, трасса та же самая, но в обратном направлении абсолютно другая. она сейчас у нас, блин, на полкруга вздрючит. Вот вам и самовоз. при том, что я еще еду как просто инвалид какой-то калека. так, как и самовоззрючит. Так. 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 так а мы подвеску да и не купили здесь шатать болтать но шатать болтает это не от того что даже у нее управляемость плохая то что блин я вечно или рано торможу или поздно в общем сам туплю поэтому естественно абсолютно не на тех скоростях все происходит на которых надо из-за этого впечатления создается что камара блин неуправляемый стал вдруг хотя это не так в общем-то ну да и раз два еще и блин второе это место не займем но реально сетл блин в обратку он так редко встречается что делу выучить то ё-моё так уже из обратно сон кусать начинает 18 секунд да вы чё не ну ладно там можно все эти ошибки сбросить допустим там 10 секунд это я тупо из-за ошибок потерял половину да но половину все равно блин она привезла по чистой скорости еще и два этих он упыря блин ой собаки 19 почти 20 секунд охереть где вот их брать но я говорю даже если чисто идеально проехать то с ней тут нереально сражаться наверное надо будет еще и все равно подвеску купить гоночную чище ехать само собой надо даже не смогли двух ложков то позади удержать так ладно давайте будем тратить бабки благо они есть так с пенджи так чем мы еще можем мы так две стадии купили turbo ой блин turbo это и облегчение так вторую если стадию так а чё у нас еще за 5 500 что то есть сколько она даст вау 396 у нас что-то 384 тут ездят подешевле ну вот так давайте еще сделаем ладно костыль себе в виде немножко большей мощности приобретем но все равно все эти костыли нихрена не помогут даже если блин 900 лошадей комара блин сделать если так ехать надо ехать аккуратней оу тихо ее нету да не 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 вы чё если так сейчас с ними поехать то мы их порвем принципе такая хрень была всегда в гран туризма до помните и во второй части было и в первой что каких-то чемпионатах там имба тачки попадались типа gt-40 там или вектора который блин если ты на нее попал да вы чё блин издеваетесь перри заходить по пять раз поймать ее и в общем постоянно это самое были вот такие вот сюрпризы в виде имба тачек с которыми сражаться было очень тяжко да опять нету ну вы чё блин а чё все сдулась боишься но потому что без нее вообще будет неинтересно ехать хотя мы проиграли еще двум но сейчас я думаю без нее ехать совсем будет неинтересно в погнали наконец-то наконец-то нашли себе соперника который нас то в общем-то тут и похоронит капец с четвертого раза удалось только и поймать ой 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 надо блин проходить их сразу же Да что ты Ну-ну-ну-ну-ну, не пинайся Настолько сложный в обратку вот этот вот поворот Вот такой, оказывается, медленный В ту-то сторону едешь, тут скорость небольшая Поэтому там Небольшое торможение идет и все А здесь Вот эта вся секция, она Сложнее на подъеме Чем когда на спуске идет Че-то ни хрена не помогает, да? Че-то ни фига эти даже с ней на равных поехали Вы че там тоже прокачиваетесь между блоками? Посмотрите-ка, они от нее не отстают Вот это ж показатель Ну то есть она была на голову всех сильнее Она просто дрюкала всех подряд А сейчас От нее они не отстают Да сука Меня уже-то бесит нахер Все вот эти мелкие ошибки Вот это из-за того, что Пальцы еще не знают Точных движений На этой трассе Мелкая моторика не привыкла И это ой как бесит Они тут отрываются На этом участке Это, наверное, самый сложный участок Потому что Блин, надо было по лучшему кругу заметить Вот насколько мы быстрее поехали С этой прокачкой Всего 7 секунд, да? На самом деле Когда В прошлый раз Это здесь уже было Секунд 15, наверное Ну и они быстрее поехали Не только кобра Кобра, в принципе, как ехала, так и едет На эти два упыря Где они взяли Скорость Охереть просто Что за читерство? Читерство Читерство Кошмар! Кобре никаких претензий, она как ехала, так и едет и в принципе вон на 10 секунд нас сделала, что с этими двумя уродами стало, надо почти в одном темпе с ней проехали, вайпер и корвет, неужто они так тупили в прошлый раз, ну не знаю, сейчас ошибок конечно меньше было уже, чем в прошлый раз, но все равно. Так, блин, плохо перезаезд нельзя сделать, надо выходить, заходить, не факт, что опять она будет. Так, ладно, давайте, да блин, еще и туплю не на ту кнопку нажал. Перегрелся у лонки. Да иди нахер. Нафиг они вот это превью делают в принципе, да, вот они начиная со второй части вот это превью сделали, надо было проставлять как было в первой части. Заходишь в гонку и в гонке уже видишь соперников своих, чу блин, нормальная была идея, отличная, в первой части. Ты же знаешь, блин, с кем соревнуешься. Так, подождите, кобры нету, да? Я что-то не обратил внимания, или вон то кобра первая, или то вайпер. Ой, нахер блин. Ничего не пойму. А, вайпер это, да? Да, нам и с вайпером-то уже, что-то, я не знаю, не справиться. Не то, что кобра. Так, ладно. Ладно, поехали. Капец. Застряли. Причем Сиэтл, когда прямо, ну, блин, я же ездил уже в этом чемпионате, это первая трасса, да, Сиэтл прямо. Там я, вот с такими настройками, с такой прокачкой, я там кобру все-таки объезжал. Мы плотно боролись, но оторваться мне от нее не удавалось, и она постоянно ехала позади меня сразу же. Но я ее все-таки объезжал. Здесь же, да, вот собака, вот с такими ошибками, конечно. В общем, в начале они тут запинывают, пацаны. Конечно, сама трасса прямо, она проще. Да, блин. Сиэтл. 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 Так, ну тут сейчас, по-моему, вайпера нету среди преследователей. А кто тут? Камара да Мустанг. Сейчас. Кобра отрывается. Ох, блин, запинали. Ай-яй-яй-яй-яй. Не, ну вот сейчас в этой гонке вторым можно приехать. Как бы. Если не тупить, конечно. С траекториями с этими, с торможениями, с мелкими вот этими вот ошибками. Конечно, не видать победы. Хотел в Гранд Спорт впилиться. Не получилось. Спасибо. Да убери ты свою жопку. Так, в эске они быстрее в этой. Так. Во, неужели мне тут удалось даже подоторваться от них на подъеме. Вот это да. Прям достижение. Ну вот, можно сказать, вот этот круг проехал более или менее чисто. И все равно отстал от Кобры еще на две где-то секунды. Даже чуть больше. Да. Тут, короче, что-то, что-то надо делать такое. Прям. Радикально. Не знаю. Тут, я думаю, даже идеально, если на Камара ехать с Коброй не справиться вот в такой конфигурации. Надо или его прокачивать уже вообще прям на мощность прям конкретно кидываться. Вон он, 5.11. До этого у нас 5.15 было у Вайпера, да? Не знаю, что мы еще вот кроме мощности. Да у нас все уже, блин, в нем прокачано. У меня уже просто, я не знаю, куда забрало, упало. Я прям хочу ее на Камара уделать. Так. А что, тут мощность у нас, да? Тут у нас все куплено. Коробку ж мы тоже купили, да? Купили. Турбины нету. Можно резину мягче поставить. Можно еще третью стадию облегчения купить. Но мне кажется, ну блин, там 15 секунд это нам не даст преимущества. Да хер с ним, давайте, короче. И резину мягче поставить. Не, что-то на суперсофт меня прям реально жаба душит. Нифига, 47 тысяч. Блин, сейчас все деньги на этот Камара сольем. А еще, зараза, чемпионат такой, что это? Денег-то там мало дают. И машину наверное какое-нибудь говно дадут соответственно. Ой. Ладно, хрен с ним, резину такую оставим. Так, фильтры третьей стадии. Уже 390 лошадей. Ну опять же у нас и так 384, уже там меньше десятка лошадей. Прям вообще ни о чем. Блин. 415. Да фиг с ним давайте. По-любому это даже не перебор. 430. Сколько у него стадий? Третья есть, да? 700 у него может быть вообще так-то лошадей, да? Где-то 750. Короче, запасы еще много. Покупать и покупать. Так, 494. Даже первая стадия сотню почти добавляет лошадей. Ладно. Что, мы по мощности прокачались и веса еще чутка уменьшили. Ну и то мне кажется этого недостаточно будет. Если конечно сейчас вайперы попадутся с корветом, то их наверное все-таки мы уделаем. Но вот кобру не уверен. Вообще не уверен. Ой, капец. Что-то мы застряли с вами, ребята, тут. Так, нету кобры. Ну хрен с ним, давайте. Вот есть как раз вайпер и есть корвет Z06. Даже звук мотора стал другой. Ох, как хорошо стартанули-то. Вообще без букса. Гранд Спорт. Что-то, блин. В первой части, помню, ты имбой был. Тут сливаешься. Да, звук движка. Заметили другой стал. Какой прям. Да блин, опять эти неточности. Ох. 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 �ет дедник. CRISPR не может сливать. Пр Saying это штаб. В чем фишка? Срывать ее меньше еще тоже с shocked. Ох допустила уowania у нас правда мы его и облегчили уж третья стадия на много килограмм снимает не знаю надо было отслеживать тоже сколько килограмм какая стадия ну там первая вторая вместе вот я заметил машин они примерно 100 килограмм снимают там чуть больше может быть машины зависит если машина слишком толстая жирная там побольше наверно снимает а если так весит немного не так много у корвет у нас в принципе где-то полторы тонны весил достаточно много а повело повело как орвите тоже красавица сидит блин диффузоре ну да для кобры это все равно слабовато все равно мы даже с ними боремся с вайпером еле еле хренеть да шикарный поворот вообще я говорю полифоники они гораздо более талантливые разработчики гоночных трасс да у них трассы вот даже городские гораздо интереснее чем то что блин этот тильки чертовы строят у него уже старые елки-палки уже маразм по одной и той же схеме там лепит эти трассы если поначалу хоть чуть-чуть старался та же малайзия у него я ее вообще шикарный считаю лично шанхай там ну а я говорю первый вот раз малайзия шанхай чё там турция у него шикарное получилось все дальше он вообще куда хер начал строить увольте нафиг этого тильки и возьмите и маучи вместе с его командой они вам таких трасс понастроят закачаешься и дайте бабла им так все пошел вон а последнем повороте его друг на 41 и 9 а там было на 44 лучше да ну то есть на 2 секунды лучше круг получился вот 515 только сейчас мы проехали общее время сравнялись свайпером по сути ну вот его собственно и сделали а блин да кобры еще надо 5 там даже больше секунд срезать вот даже даже комп тупит ее мою там же причем слушать это прям интересно ладно выиграли сейчас я короче наверное отключу запись и в режу сюда попытку победную но с коброй потом расскажу что мне пришлось шаманить чтобы ее победить скорее всего придется еще машину наворачивать я уже серии так распухла блин больше часа едем давайте я говорю тогда это потом просто отдельно объясню чем все закончилось да так что увидимся надеюсь увидимся когда я победил кобру у делаю все таки но думаю придется еще тачку наворачивать под это дело а машина да подождите еще да ладно с 2000 спун вот это да первую тачку первую тачку дали прокачанную да еще в каком чемпионате это да американских машин так вроде чемпионат ни о чем не брать кобру опять же прикольно ладно в общем ладно теперь встретимся уже когда я уделаю кобру все до зустричи а и Продолжение следует... 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 понял что можно а я там что-то с вайпером сражался вот первая была кобра потом вайпер и опять я тупить начал в общем думаю надо просто попытаться чистый круг проехать чистую дистанцию и посмотреть на что именно машина способна вот такой конфигурации в итоге потом вот где-то на второй попытке получилось более-менее чистую попытку проехать и я приехал вторым позади кобры где-то 5 секундах идти там с лишним и понял что в принципе побороться с ним можно если ехать чисто вот в итоге еще попытки где-то 2 наверное ушло чтобы ну как бы очистить мою езду ехать как можно более чисто потом на одном из реплеев я просто взял включил его езду вот и посмотрел как он едет посмотрел едет ли это действительно безошибочно нет понял что у него есть тоже места где он ошибается и что концу круга я на него накатываю но я до этого еще заметил что я на него накатываю концу круга вот думаю значит и на этом тупишь точно казалось он там в стену врезается и перед последним поворотом скоростью него падает вот в итоге в принципе сейчас там же мы его и обошли получается вот ну и вот собственно еще там одна попытка была наверное или две такие где снова косячил но это не беру те попытки где его не было которая полностью проезжал вот одну попытку я даже на середине выключил потому что меня там развернуло вот то мне пришлось походить немножко развиваться а спить вот ну и вот последние две попытки прошлое получается было я финишировал вторым первый круг закосячил но потом два круга его догонял в итоге финишировал где-то в четырех секундах от него ну и вот эта попытка оказалась победной вот вот да вот здесь он влетает и вот видео тут мы его и обошли это конец второго круга то есть так что он тоже не без ошибок но здесь у него конечно ошибок гораздо меньше чем то было на лагуне сяки там я говорю здесь ему вылетать некуда он здесь даже если ошибается чем воткнулся в стенку поехал дальше поэтому с ним здесь конечно в разы сложнее гоняться вот ну и последний круг уже главное было не не размерничать потому что последний круг лидируя имея позади такого соперника конечно ошибиться проще простого ой блин но я рад что удалось его дожать именно вот в такой конфигурации блин мне сейчас но очень не хотелось еще больше прокачивать машину плохенько вот что я думал что если сейчас уже его не сделаю то наверное куплю еще резину чтобы поворот стоять но он все равно зараза как мне вот очень интересно какой же он по мощности он даже в этой конфигурации что у нас уже почти 500 лошадей он все равно же на прямых уезжает не так быстро как раньше но все равно фух вот такой вот зараза вот так втыкается здесь да и теряет скорость но в итоге исключив множество ошибок своих съехал я гораздо более чистое в итоге удалось ему отдрюкнуть ух отлично так возвращаюсь на экран вот это да блин ну зато победа победа очень сладкая прям круто комарик прям смог может это конечно не лучшая машина комара вообще достаточно такой интересном управлении блин него знаем длинный какой-то не очень поворачивает хорошо ну вот теперь я считаю вот просто моя совесть перчистая как бы морально такое удовлетворение мощное получил конечно победа до этого тоже была победили мы вайпера но разорвать эту кобру это прям сладко так давайте теперь посмотрим что нам за спунчик дали что у него за характеристики так с 2000 да где то есть так рейс карну 271 лошадка до эфир он конечно по мощности такой себе скорее всего еще на мощность можно прокачать давайте посмотрим но он хотя бы уже гоночный первая наша машина не ралли на которая хотя бы как-то раскрашено хоть что-то спонсорские киты наклейки на ней есть так смотрим ой какие turbo что я о чем я ха 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 это же honda так куплено куплено чё а вот можно первую стадию купить все остальное куплено или нету вообще нету вот первая стадия и чё она даст 338 лошадей но да конечно он не шибко мощный но за счет того что он уже черт возьми гоночный что-то типа я не знаю класс у него какой ну понятно машина японская но наверное он что-то типа w tc си европейских гонок вот что-то наверное такое до дтм а тоже конечно не дотягивает но все таки так чё у нас тут тут собственно на больше ему покупать ты нечего слушать а он гоночный может таки турбина есть нет ладно ладно может мы его где-то еще и применим знаю у нас еще профессиональная лига там тоже будут чемпионаты фр там уже совсем серьезный спернике будет может быть даже где-то на нем проедемся чемпионатах на выносливость таких которые не самые сложно так давайте посмотрим на эту кобру мне прям очень интересно что штампа ляма на стоит на что же в ней там такого 485 лошадей в стоке и весит она тонну всего лишь тонну офигеть еще не факт что она ну естественно на не столько в это ездила блин у этой сволочи она весила наверное меньше тонны и у чего было 500 лошадей в нее один к двум сочетания соотношением мощности к весу охренеть просто конечно представляете при этом она заднеприводная поэтому ей так сложно управлять и даже компьютер тупил на ней в 8 это просто зверь именно по мощности конечно по управляемости это просто знаю ну его какая-то да черт это очень серьезно соперник был ребят прям кошмар у нас формах есть gt а есть такой бит и 40 в четвертой части только появился этот райская рейс кар л.м.л.м. рейс кар ну что же вот такая вот была гонка очень мне понравилось сложная чертовски но мы смогли мы уделали эту фиговину так где наш победоносный комара вот он красавец блин я его даже теперь зауважал раньше у меня комара такое со времен еще на первой части гран туризма такое чисто совсем но там он реально хуже управлялся там кэш модель была не такая это более свежая модель вот но классно классно с дюжил у нас чуть у нас почти на 100 лошадей было меньше даже ладно если он на лошади там не прокачан у него 485 80 70 блин лошадей 70 офигеть это очень много а сколько мы весим ну-ка даже с третьей стадии 1300 мы на 300 килограмм тяжелее и минимум на 70 лошадей слабее ну ладно давно я вас не просил ставить лайки под видосами это но черт возьми под этим видосом поставьте лайк пожалуйста по моему эта серия того заслужила вот ну что же давайте прощаться на этом хух надеюсь вам понравилось это мощная борьба сражения с таким мега соперником вот мне понравилось очень я реально чуть не улетел опять куда-то верхние слои атмосферы уже все с вами был как всегда скудер канал ни слова об играх всем пока пока и увидимся в следующих сериях